В Байконуре в августе местный житель ранил российского полицейского, пытаясь скрыться за вождение в пьяном виде. Прокуратура комплекса 3 октября сообщила о направлении в правоохранительные органы Казахстана уголовного дела за применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, часть 2 статьи 318 УК РФ. В ходе расследования установлено, что в августе злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил добраться с места досуга до места жительства. Он сел за руль своего авто и начал передвижение по автомобильным дорогам города Байконур, превышая скоростной режим. Его попытались остановить полицейские. Мужчина, понимая, что его преследуют, попытался скрыться. Остановившись во дворе своего дома, он попытался забежать в свою квартиру, но был задержан сотрудниками полиции. Понимая, что находится в общественном месте, несмотря на законные действия сотрудников полиции, которыми пресекались с совершения злоумышленникам административных правонарушений. Стало оказывать им активное сопротивление. В результате причинил одному из стражей порядка телесное повреждение в виде рваной раны руки, которая квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, говорится в сообщении прокуратуры Байконура. Мужчина, гражданин РК, поэтому уголовное дело прокурорам комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти предусмотрено в виде 10 лет лишения свободы.